Из чего формируется имидж страны и как продвинуть такой бренд, как государство? Об этом и не только говорят на мастер-классах 13-го Евразийского медиафорума в Астане. Он начал свою работу сегодня и продлится три дня. Планируется, что участие в нем примут 400 делегатов из 50 стран. Лекции, семинары и мастер-классы проведут 30 авторитетных спикеров. Наш канал следит за всем, что происходит на форуме. И моя коллега Елена Шрайбер уже готова поделиться первыми новостями. Добрый день, Елена. Расскажите, что организаторы приготовили сегодня? День добрый. Вы знаете, Эльвира, сегодня участникам предлагают скорее ознакомиться с темами нынешнего Евразийского медиафорума. Все они так или иначе связаны с мировым экономическим кризисом, угрозами терроризма, в том числе и ядерной безопасности. А вот официальное открытие намечается немного позже. Так вот, сегодняшняя программа насыщена мастер-классами. И как раз в эти минуты о формировании имиджевой политики страны и о разработке эффективной стратегии продвижения бренда будет говорить Саймон Энхольд. Это политический консультант и экономист из Великобритании. Удалось пообщаться с ним накануне. И вот в своем мастер-классе он расскажет, почему в нынешнее непростое время, во время мирового кризиса, очень важно для государства иметь привлекательный внешний облик среди других стран. Он также отметил, что государству нужно уделять внимание двум составляющим. Это привлечение инвестиций в страну и развитие туризма. Добавлю, что мастер-классов за время работы форума будет предостаточно. И темы подобраны с учетом нынешней ситуации в мире. Нам удалось поговорить накануне с организаторами. И предлагаю послушать, какие вопросы будут поднимать в этом году на Медиафоруме. Программа форума вообще составляется на основе самых актуальных событий, которые освещаются в международных СМИ по итогам какого-то прошедшего периода. В данном случае мы берем 2015 год, начало 2016 года. И в связи с самыми острыми и большими событиями, такие как террористические акты, которые происходили в мире, в Брюсселе, в Париже, в связи с тем, что произошло падение цен на нефть, в связи с тем, что мир испытал какую-то очередную волну экономического кризиса, в связи с тем, что на Ближнем Востоке происходят какие-то изменения, в связи с тем, что идет противостояние Ирана и Саудовской Аравии, проблемы беженцев в Европейском Союзе. Программа была сформирована благодаря вот этим всем тематикам. И вот в связи с этим всем у нас сессии, посвященные глобальному экономическому кризису, будущему Европейского Союза, трансформации интересов на Ближнем Востоке, информационным войнам и вообще реакцией на эти информационные войны. Не обойдут стороной зарубежные гости и тему решения военных конфликтов с помощью диалога, поскольку для Казахстана это принципиальная позиция. Напомню, президент страны Нурсултан Азарбаев предложил к рассмотрению манифест «Мир 21 век». Сейчас этот документ активно обсуждают политики и международные эксперты. Еще до моего прямого включения мне удалось поговорить с гостями. Все они отмечают, что Казахстан действительно стал реальным игроком на геополитической арене. И во многом благодаря подобным медиафорумам Казахстан предоставляет возможность представителям различных государств высказываться и за одним столом обсуждать текущие проблемы. Вот вкратце то, с чего начался сегодняшний день. Мы обязательно продолжим в следующих эфирах говорить о том, что происходит на медиафоруме. Эльвира, мамс фоллоу. Благодарю, коллега. Будем ждать от вас новых подробностей.